Всем привет! Руслан Шакиров и сегодняшняя тема вебинара очень интересная. Она будет касаться тех партнеров, которые уже активно действуют, либо тех партнеров, либо тех дистрибьюторов сетевого маркетинга, дистрибьюторов прямых продаж, которые хотят сделать так, чтобы те действия, которые они предпринимают, были более эффективными. То есть большое количество звонков превращалось в большое количество встреч, чтобы большое количество звонков сохранялось, и сделать так, чтобы росла эффективность бизнеса в целом. Сегодня тема будет очень интересная. Сейчас я ее назову. Эта тема называется «Аутсорсинг». «Аутсорсинг» звонков. Сегодня поговорим об этом интересном виде предпринимательской деятельности. В целом я хотел спросить, здесь вот сейчас вебинар, друзья мои, кто из вас вообще, поставьте плюс, кто из вас вообще слышал такое название «Аутсорсинг». То есть поставьте минус, кто в первый раз слышит. Это нормально, то есть это ничего страшного, потому что мне надо понять, то есть расшифровывать сейчас это или не расшифровывать, или мы, в принципе, идем дальше. Ну, не бойтесь такого сложного слова. В общем-то, люди, которые имеют дело с бизнесом, имеют дело с, скажем, с корпоративным миром, имеют отношение к какой-то корпоративному миру, да, они это слово прекрасно знают. Но, в общем и целом, вы должны понимать, что «Аутсорсинг» означает, допустим, для предприятия, либо для меня, как для предпринимателя, передача одного или нескольких элементов системы бизнеса какому-то другому лицу или какой-то другой сторонней организации. Ну, например, возьмем наш бизнес. Наш бизнес связан с продажами. Если разложить наш бизнес по элементам, то есть то, как мы звоним нашим потенциальным клиентам либо потенциальным дистрибьюторам, в первый момент нам надо понимать, кому мы звоним. То есть первое действие, которое мы делаем, это составляем список контактов. А у новичков он называется список знакомых, там список по рекомендации, кому мы звоним, либо список каких-то просто контактов. Дальше второй элемент – это звонки. И в нашей системе, о чем я всегда пишу на своем блоге, русланшакиров.ру, в нашей системе это, ну, как минимум два звонка, а чаще всего больше. Почему? Потому что сперва мы делаем звонок, после которого мы делаем предложение перейти на определенный сайт и посмотреть видеопрезентацию нашей с вами компании. И потом мы делаем второй звонок, спрашиваем, насколько, ну, выявляем, посмотрел ли человек видеопрезентацию или нет, и дальше спрашиваем, хотел ли он узнать больше, да, и назначаем встречу. Вот, дальше следующий элемент нашей системы – это встречи, да, как правило, встречи, они с кандидатами проходят, ну, не одна, бывает первая, вторая, а иногда даже третья, да, то есть, и, собственно говоря, запуск и стартовый тренинг. Понятно, что есть еще такие элементы, как обучение, как проведение каких-то событий. Мы сейчас это не берем, мы сейчас рассматриваем элементы чисто спонсирования, чисто приглашения в бизнес потенциальных партнеров, либо приглашения, скажем, на потребление, либо на какой-то обучающий мастер-класс потенциальных клиентов. Вот, и вот, соответственно, для того, чтобы у вас появился партнер или клиент, вам однозначно нужно будет пройти вот через эти четыре этапа. Я думаю, все со мной согласны. Знаете, в принципе, речь сегодня пойдет о том, как мы можем один из этих элементов, а именно звонки, а именно звонки, отдать на аутсорсинг. Отдать на аутсорсинг. Зачем это нам? Какие преимущества от этого мы получаем? Какие скрытые, ну, потенциальные опасности, да, вот этого того, что мы, скажем, сейчас начинаем звонить не сами, а отдаем это каким-то другим людям, каким-то, например, профессионалам, да, и так далее, и так далее. Вот об этом мы сегодня как раз и позвоним. Точнее, извините, уже видите, я весь в звонках. Об этом как раз и поговорим. Итак, давайте эту тему разложим более подробно. Поставьте от 0 до 10, насколько сейчас вы прям вот заинтересовались тем, что я говорю. То есть, ну, так, 3, 4, 5, ну, что-то как-то так не очень, подумаешь, там, аутсорсинг какой-то, а прям вот 9, 10, черт, интересная мысль. Как бы вот не звонить, а получать дистрибьюторов. Хорошо, ладно, поехали дальше. Я вижу, что вы все заинтригованы. Ну, первая мысль, скажу так, да, что есть, допустим, люди с опытом сетевого маркетинга, там, прямых продаж. Я когда с ними говорил о том, что, ну, скажем, возможность того, что можно звонить, ну, скажем, не самому, а давать это все на аутсорсинг, да, высказывались, ну, достаточно такие обыкновенные опасения, да. Ну, многие говорили, ну, смотри, ты же сам звонишь кандидату своему, ты же вкладываешь душу, ты же вкладываешь там все силы, да. Будет совершенно некачественный звонок, то есть может получиться некачественный. Вот, соответственно, если кто-то звонит другой, то он за это, естественно, делает это не бесплатно, это все стоит денег, да, и я не потяну, то есть большинство людей, которые сидят в этой комнате, ну, вот, якобы не потянут, да, есть такой вот недостаток и страх. Вот, ну, и очень такая серьезная тоже проблема, ну, определенная есть сложность контроля, да, то есть когда не вы делаете звонки кандидатам, а делаете звонки кандидатам, то, соответственно, вы должны разработать сами четкую систему, по которой люди, которые звонят, они должны перед вами отчитываться, и вы должны контролировать, что звонки, во-первых, идут в нужном количестве, во-вторых, нужного качества, ну, и в целых вы должны способствовать тому, чтобы все это дело росло. Вот, то есть есть определенные такие опасения. Теперь давайте поговорим об определенных преимуществах, да, то есть какие преимущества мы получаем тогда, когда, например, передаем вот эту вот функцию звонка на аутсорсинг, то есть передаем какому-то другому лицу. Ну, первое, да, очевидное, мы экономим время. Мы экономим время. Не знаю, как вы, но я, например, на звонки трачу достаточно много. Знаете, человек, который научил меня много-много-много звонить, что удивительно, это мой сам, ну, мой собственный партнер, как говорится, да, партнер моей первой линии, Мансур Басыров, его зовут, спасибо ему огромное, привет большой, если он сейчас сидит здесь или слушает запись. Знаете, я когда начинал много звонить, вот делал буквально первые там, первые звонки, я реально вкладывал всего себя, в каждый звонок, да, вот 50 звонков я делаю по холодному рынку и себя вкладываю, вкладываю. Знаете, что Мансур сказал? Мансур сказал, что зачем ты это делаешь, Услан? Ты же после 50 звонка будешь просто никакой. И на самом деле, вот если вы, вот, еще раз обратите внимание на вот этот вот недостаток, что некачественный звонок получается, да, тогда, когда вы выбираете для себя большое количество действий, вы знаете, друзья, ну, ваш бизнес превращается в некую статистику. Вот те, кто много звонят, вы со мной уже согласитесь, да, то есть, это превращается в некий какой-то механический процесс, да, то есть, есть такое ощущение, друзья, вот, я спрашиваю тех, кто звонит достаточно много, да, то есть, это более 10 звонков в день. Есть определенно, да, и я посмотрел, как звонят люди, которые много звонят, это на самом деле какая-то чистая механика, да. А если это чистая механика, то встает вопрос, что, в принципе, не проще ли создать очень качественный инструмент, который давал бы презентацию, показывал бы все преимущества этого бизнеса, да, а сделать так, чтобы эти, то есть, себя освободить от каких-то механических действий, вывести это, как говорят бизнесмены, на аутсорсинг, да, то есть, кому-то другому, а самому сосредоточиться на какой-то качественной стороне вашего бизнеса, качественно провести встречу, качественно поискать контакты, более целевую аудиторию, качественно создать в своем городе качественную среду, которая бы развивала людей, которых вы приглашаете, качественно, 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 качественно. Вот, поэтому первое преимущество, которое дает аутсорсинг звонка, это, конечно, время, то есть, огромное время, которое высвобождается, ну, представьте, 50 звонков вы делаете первых, Потом перезваниваете, из них половина людей или меньше соглашается, чтобы им отправили коммерческое предложение. Потом им же делаете вечером 15-20-25 звонков. Как правило, многие из них не смотрели это видео, хотя мы им переслали. Потом вы им же делаете еще 3-е звонки. Вы представляете, что происходит. То есть весь ваш бизнес превращается в такой вот, да, вынужденный, то есть это часть нашей работы, но это часть работы, которую можно оптимизировать. И то время можно занять какими-то другими элементами бизнеса. Либо, например, ну как вариант, отвезти жену в ресторан, да, либо погулять с детьми. Отличные варианты, кстати, да, проведения времени. Если кто-то забыл, как это выглядит, я рекомендую вспомнить. Следующий момент. Знаете, когда вы очень, вот многие из вас переживают за качество звонков, я вам скажу так, что часто, очень часто операторы, которые даже не знают вообще специфики вашего бизнеса, звонят намного качественнее, чем вы. Это честно, да. Потому что вы, ну, когда звонит партнер, да, он под влиянием эмоций может там перечислять там цены с каталога, все артикулы там, чего угодно, да, там, если ему понравится там кандидат, то есть сильно очень отходят из шаблона. Вот, поэтому оператор, оператор всегда следует шаблону, да, то есть, вот представьте, цель звонка первого – переслать коммерческое предложение, цель второго звонка – назначить встречу. Звонит оператор, который, может, даже не знает вообще, что вы предлагаете, вот мой, например, вообще не знает. Звонит оператор, и там на проводе начинают спрашивать его, слушайте, а что это за бизнес? Ну, когда вы знаете, что это за бизнес, иногда бывает сложно не сдержаться и начать про него рассказывать, да, чем многие наши дистрибьюторы так и делают. Но представьте, что когда вы не знаете, что это за бизнес, как в поговорке, лучший способ не выдать тайны – это вообще ее не знать, да. То есть, в этом случае получается просто прекрасно, потому что звонящий человек просто реально не знает, он представляется вашим помощником. Ну, звонок мой выглядит примерно так. Здравствуйте, меня зовут, допустим, Ксения, я индивидуальный, значит, персональный помощник, индивидуальный предприниматель Руслана Шакирова. В данный момент он сейчас расширяет бизнес и тра-та-та дальше по нашему старому шаблону, который, если вы не знаете, вы можете найти в наших группах там, либо на блоге у меня. Вот он, понимаете, плюс в том, что очень профессиональный получается звонок. И очень важная вещь называется самодисциплина. Смотрите, в какой-то момент, ну, давайте так, вот кто из вас, вы написали там 20-30 звонков, да, напишите честно, вот поставьте плюс, вот те, кто написал такую цифру в среднем, да, вот сколько вы звоните, напишите честно. Вы на самом деле каждый день делаете 30 звонков, напишите, пожалуйста, ну, кроме там воскресенья, например, там, суббота-воскресенья. Плюс, да, я на самом деле в течение месяца каждый день делаю 30, 40, 50 звонков, либо нет, я на самом деле иногда делаю меньше. А в какой-то день я вообще не делаю звонки. Вот. Итак, что я вижу? Я вижу, что ни одного, да, я не вижу. Все люди пишут, что, конечно же, нет. Нет, что происходит тогда, когда ваш персональный помощник, либо аутсорсинговая компания получает задание делать звонки. Вы не представляете, она каждый день делает, моя компания, она каждый день делает 50 звонков. Она каждый день присылает мне контакты, которые откликнулись на предложение посмотреть нашу видеопрезентацию. И я, что бы я ни делал, если в какой-то день я захочу полениться там и так далее, и так далее, я вынужден делать вторые звонки. Либо я вынужден, если я вторые звонки, например, тоже отдал на аутсорсинг, да, я вынужден. То есть, эта вещь, она самого меня тоже дисциплинирует. То есть, это классная вещь. Более того, помощнику я плачу деньги. И если я сейчас буду лениться и позволю себе переносить вторые звонки, это значит, я просто впустую трачу свои деньги. Вот и все. Вот и все. Вот, поэтому, друзья мои, поэтому, друзья мои, это то, что касается, это то, что касается самодисциплины, да. То есть, на самом деле, тогда, когда вы отдаете что-то на аутсорсинг, это даже вас самого очень сильно дисциплинирует. Идем дальше. Идем дальше. Дальше интереснее. Кому можно доверить аутсорсинг? Ну, все понятно. То есть, видны выгоды, видны, скажем, определенные сложности этого метода, да, которыми нужно поработать. И в целом, в целом, надо понять, кому, в принципе, можно доверить. Показываю вам первый, самый простой вариант, да. То есть, как правило, если семья, например, работает в ЛР, это семья, если семья работает в ЛР, то, ну, муж делает, например, определенную работу, супруга делает определенную работу. Допустим, один из сопартнеров, из супругов, может делать, ну, почему обязательно супругов? Можно и не супругов, да. Может делать чисто механическую работу, ну, как-то логистика, например, да. И вот чисто механическая работа, как мы видим, это звонки, да, с предложением просмотреть презентацию. Это первый вариант, да. Второй вариант – это нанять помощника. Честно вам скажу, забегая вперед, что это наиболее оптимальный вариант. Наиболее оптимальный вариант, вот к которому, например, я сейчас стремлюсь. Ну, есть третий вариант. Сейчас очень много, так называемых, колл-центров. Может быть, слышали, да, такие организации. Это такие аутсорсинговые компании. И в этом колл-центре, как правило, есть услуга телемаркетинг, да. Тогда, когда операторы этой компании получают задания и начинают, в общем-то, его выполнять. Давайте немножко разберем вот эти вот способы. Вот эти вот способы. Итак, ну, что касается сопартнеров, ну, тут плюс очевиден, да. Плюс – это… какой плюс? Это бесплатно. Ну, тогда, когда вы с женой или там с мужем строите бизнес, как договариваетесь, что кто-то звонит, а кто-то… А кто-то представляется помощником, а кто-то предприниматель. Да, это, ну, бесплатно, да, то есть, вроде бы выгодно. Но, с другой стороны, есть определенная, скажем, низкая мотивация, да, для звонков. То есть, это также то же самое, себя нужно тому вот другому сопартнеру заставлять каждый день делать большое количество звонков. Собственно говоря, когда я сейчас думаю о том, чтобы нанять, например, персонального помощника, который делал бы механическую работу за меня, да, вот первое, что мне начала советовать моя супруга Ольга, да, она мне начала рассказывать, вот это вот наша знакомая девочка, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Знаете, слава богу, у меня просто был опыт предпринимательский, и я знаю, что такое нанимать на работу родственников и друзей. И, друзья мои, никому вообще не порекомендую такую участь. В целом, это всегда будет означать крайне низкую дисциплину, и вы никогда не сможете сделать жесткий контроль какой-то, да, вы никогда не сможете, потому что всегда будет вот между вами стоять вот этот вот, вот этот момент, который связан с тем, что, ну, есть какие-то еще кроме деловых отношения, там, родственные, дружественные и так далее, и так далее. Поэтому я рекомендую иметь помощника, ну, поискать помощника среди незнакомых людей, вот что сейчас, чем сейчас занят я. Значит, следующий вариант, кому доверить аутсорсинг звонков, да, это помощник. Сложно найти, то есть, вот первое, что возникает, сложно найти толкового помощника, значит, ну, нужно потратить определенное время. То есть, вам нужен помощник, который работал бы, ну, что вы можете предложить, например, работа из дома, да, то есть, вот, допустим, я как ищу своего помощника, это работа из дома, целевая аудитория вот для того помощника, которого я ищу, допустим, это, ну, допустим, какая-то мамочка в декретном отпуске, которая раньше имела опыт продаж, да, толковый человек, которому, в принципе, в месяц нужны были бы там вот эти вот там 5 или 10 тысяч рублей, то есть, в зависимости от того, какое количество, там, первый либо второй звонок, либо сбор контактов тоже она будет делать, да, то есть, все это зависит, да, то есть, как вы договоритесь. Вот, и еще раз говорю, это, на самом деле, самый выгодный вариант. Почему выгодно, я вам сейчас покажу на примере колл-центра, вот, допустим, я сейчас сотрудничаю с колл-центром, я выбирал достаточно долго, потому что, да, они делают звонки профессионально, да, там, толковые операторы, как правило, но это, конечно, там, где профессионально, там дорого, да, то есть, тогда, когда заняты, они делают вторые звонки, это новая тарификация, это новые затраты, тогда, когда они, допустим, звонят и не дозваниваются, второй звонок, это тоже новая тарификация, ну, то есть, они берут деньги за все, как правило, да, и, соответственно, это все получается достаточно недешево. Вот, я потратил значительное количество времени для того, чтобы найти колл-центр, который, ну, отвечал бы моим требованиям, там, по цене и так далее, и так далее, да, в целом, в целом, сейчас, скажем, день звонков, ну, давайте так, не в день, а, допустим, в месяц, около 10 тысяч рублей я, наверное, буду тратить на этот вот колл-центр, пока не найду очень толкового помощника, да, вот, ну, и, что хорошо, на самом деле, стоит поискать, потому что достаточно большой, достаточно большой выбор. Значит, как выбрать колл-центр, ну, я вот уже начал об этом говорить, первое, конечно, обязательно берите домашний колл-центр, потому что, если вы будете брать какие-то московские, там, да, центральные, вы должны понимать, что они будут еще просить деньги за межгород, потому что они не звонят по сотому телефону, вот, ну, и рекомендую, конечно, встречаться, торговаться. Сейчас ситуация такая, в общем-то, в стране достаточно кризисная, там, или предкризисная, и колл-центры переживают не самые такие легкие времена, вот, на тот момент, когда, вот, эта запись, да, пишется. Поэтому, в принципе, когда я общался с этими колл-центрами, ну, вот, они выставляют, например, не только оплату за время, они там какие-то еще проекты выдвигают, да, чтобы создать проект, на это там 5 или 10 тысяч просят, мы это дело отмели, я попросил, да, потому что у меня были готовые шаблоны, у меня все было готовое, вот, мне там в одном колл-центре пошли на встречу. То есть, есть определенная, определенная сложность в поиске, но, как я уже говорю, в принципе, все решается. Значит, ну, и, вот, самый оптимальный вариант, который я вам предлагаю, да, это найти толкового помощника, фрилансера, как говорится, да, который согласился бы на, ну, еще раз говорю, это специфическая работа, что такое помощник? Это человек, который, например, 2 часа в день будет тратить на ваши звонки, если мы говорим только о первых звонках, да, либо он будет тратить, например, 3 часа в день, если мы говорим о том, что он сам будет собирать контакты, вы ему объясните, как это делать, вы его научите, и тут же придумайте систему тотального контроля, да, то есть, обязательно он должен все контакты, которые собирает, пересылать вам, откуда он их собрал, обязательно должны делаться записи звонков, запись первого звонка, запись второго звонка, всех звонков, и пересылаться вам, то есть, ну, обеспечить, то есть, когда человек понимает, что его контролируют, он действует еще более усердно, да, вот, и обязательно, конечно, нужно изначально договариваться с этим человеком, что будет оплата за результат, то есть, элемент стажировки, то есть, первый день, вы ему даете там 50 контактов, он их прозванивает, записывает, и вы даете ему понять, что вы не платите за этот первый день, вы просто смотрите, оцениваете, да, подойдет или нет, и так далее, и так далее. Если вам кажется, допустим, вот, некоторым кажется иногда, что, ой, ну, кто там пойдет за, там, 5, там, или 10 тысяч рублей в месяц, я вам скажу, что, друзья мои, вы сами иногда не догадываетесь, насколько люди себя недооценивают, ну, к сожалению, это так, вот. Вот здесь спрашивают меня, сами ли мы создаем контакты. Друзья мои, это, это, это все так, как вы будете договариваться, да. В идеале, в идеале, чтобы это был толковый человек, он сам собирал контакты, он сам делал первые звонки, сам пересылал ссылку, сам перезванивал, да, то есть, я, я вот ищу как раз такого человека, да. Но если вы даже найдете толкового помощника, который будет делать ваши первые звонки, а вы будете тратить 3 часа в неделю, 3 часа в неделю, друзья мои, для того, чтобы найти, там, переслать 200-250 контактов для звонков, да, этому человеку, черт возьми, вы очень сильно разгрузите себя в плане бизнеса. Вот, поэтому, вот этот момент тоже, тоже очень важный, дорогие друзья. Кому противопоказан аутсорсинг звонков, сразу давайте этот момент, ну, я его не сразу, я его очень попозже говорил, он противопоказан новичку, который в бизнесе 6-12 месяцев. 6-12 месяцев, и я хочу сказать то, что, если вы, вот, человек, который смотрит это видео в бизнесе совсем недавно, то смысла аутсорсинга не будет, почему? Потому что вам самому нужно прозвонить в ваш теплый рынок, как минимум. Вам нужно получить опыт звонков, вам нужно вообще понять, в принципе, этот бизнес, да, вот. Поэтому я рекомендую, на самом деле, первые полгода, если вы очень сильно проработали список знакомых, отточили навык звонков, да, уже, в принципе, задуматься о том, чтобы переходить на работу, там, допустим, по холодному рынку и так далее, и делать прозвон вот таких вот баз. Поэтому вот это очень важное уточнение, да. Ну и последний момент, который мы рассмотрим в этом коротком вебинаре, в этом коротком вебинаре, это самое последнее возражение, которое есть у людей, которые говорят, ну ладно, Руслан Шакиров, вы, понятно, вы лидер, вы зарабатываете хорошие деньги, да, а что делать нам, людям, которые в бизнесе совсем недавно, и вы говорите нам тут про какого-то помощника, которому надо еще и деньги платить, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, друзья мои, я на это могу сказать очень просто, очень просто. На самом деле, на самом деле, ну, я вам хочу показать такой очень секретный способ, секретный способ, давайте даже остановлю демонстрацию, того, как вы можете найти 5-10 тысяч для своего бизнеса. Только вы мне пообещайте, что вы никому его не скажете. В чат вот напишите мне, да, что никому вы не скажете. Поставьте плюс, кто не скажет никому. Это секретный способ. Ладно, хорошо. Ну, почти все подставили, ладно, сдаем этот секретный способ. О, Господи, я прям сам переживаю весь, что раскрыл эту тайну, эту тайну, друзья, да. На самом деле, на самом деле вы можете заняться прямыми продажами. Как вам такой вариант, друзья? Как вам такой вариант? Продавая, ну, знаете, я в своей жизни много чего продавал от, ну, продавал автомобили, продавал дома даже продавал, продавал инвестиционные, банковские продукты, страховые продукты. Я продавал парфюм, например, вот то, что вы видите на экране, да. Я хочу сказать то, что проще всего продавать парфюм. И теперь положите руку на сердце и скажите мне, если продажа парфюма одного приносит от 300 до 500 рублей, скажите, реально ли, в принципе, поставить себе такую задачу, продавать его на 5-10 тысяч в месяц? Может ли себя называть дистрибьютор, вот, ну, дистрибьютор, называть себя дистрибьютором ЛР, да, если он не имеет элементарного навыка, да, продаж парфюма? Вы думаете, например, я не продавал парфюм, когда начинал бизнес, ЛР продавал. Я вам скажу честно, я вообще не умел продавать парфюм, потому что в сетевой компании, где есть продуктовые, вот, ну, я первый раз столкнулся, вот, в нашей компании, да, и я, то есть у меня продажа была очень простая. Я пшикал, я показывал, открывал коробочку с пробниками и все, моя задача была просто отскочить, потому что на самом деле очень легко продается. Вот, он продавал сам себя, вот, надо лишь просто уделять этому время. Вот и все, вот и все, дорогие мои друзья. Вот вам секретный способ, только, как вы и не обещали, никому его не рассказывайте, не рассказывайте, потому что вас засмеют, что он для вас секретный. Вот, ну, и знаете, для того, чтобы, так вот, на закусочку, я хочу вам порекомендовать посмотреть один фильм, чтобы понять, как продажник может взаимодействовать со своим персональным помощником, я вам хочу порекомендовать посмотреть фильм, который основан на реальной истории, называется он по-английски Door to Door, это фильм про торговца, который в разнос по дворам продает, 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 значит, продукты ходит, да, то есть бизнес такой, ну, он, конечно, не похож на, ну, не такой вот, который мы делаем, да, но в целом он такой, знаете, похож, это тоже продажник. И вот как он нанял, у него была привычка, привычка нанимать людей, да, то есть, вот представьте, продавец, который, ну, такой, знаете, ну, с проблемами определенными, да, такого медицинского, психологического характера, да, и вот он был торговцем, и его сперва не хотели принимать на работу, а потом он там занял первое место, представляете, первое место занял, вот, и по продажам я, конечно, имею в виду. И у него была привычка, чтобы его не жалели, чтобы его там, ну, не думали, что он там хуже всех, там, или вызывает жалость, там, умиление. Он, у него одна из очень важных привычек была платить людям за услуги, да, допустим, ему завязывают шнурки, он платит, ему, скажем, завязывают галстук, он платит, всегда оставлял чаевые, да, вот поставьте плюс, у кого здесь сидящих есть привычка всегда оставлять чаевые, допустим, вы уходите из отеля, идете гулять по городу, вы всегда оставляете чаевые, вы уходите из ресторана, смотрите, сколько это, 5-10 процентов от счета, вы всегда оставляете чаевые, вы молодцы большие, все, кто ставят плюс, потому что это привычка, это привычка успешных людей, то есть платить за то, что им оказывают услуги, да, кстати, говорят на Западе, очень легко узнают, там, русских туристов, горничные, да, то есть никогда чаевые не оставляют, вот, но это, как говорится, другая тема, но в целом, обязательно посмотрите этот фильм, вообще фильм шикарный, да, то есть про то, как верить в себя, достигать успеха, и там есть очень четкие... Ну что, друзья, я, в целом, это все, что я хотел сказать по данной теме, еще раз проведу некое резюме, некое резюме. Аутсорсинг звонков – это не панацея, друзья мои, это не то, что вот сейчас вот у вас, вот если появится все, у вас сразу быстро все наладится, все равно уйдет время на то, на то, что, когда вы доберетесь до больших доходов, но в чем поможет аутсорсинг, я уже назвал, да, вот очевидные вещи, я еще раз просто повторю, очевидные. А, это ваша самодисциплина, вы каждый день, каждый день будете понимать, что ваши кандидаты получают информацию, вы каждый день будете делать там вторые или третьи звонки, то есть когда-то вы все равно будете звонить своим кандидатам, без разницы, кто им там звонит. Самую важную работу вы сами будете делать, делать решающий звонок, проведение встречи и так далее, каждый раз будете это все делать. То, что эти помощники или колл-центры, они требуют ваших денег, это будет невероятно сильно вас мотивировать развиваться в этом бизнесе, начать продавать продукты, наконец, если вы этого не делали, черт возьми, никогда в жизни, начать профессионально относиться к своему делу. Вот что поможет вам этот способ, да, и в целом я хочу сказать, что применение этого способа, применение этого способа, оно поможет не только приглашать людей в бизнес, вы просто поймите, с помощью аутсорсинга можно делать звонки, приглашающие на мастер-классы продуктовые, можно делать звонки, прозвоны по разным базам, приглашения на какие-то семинары по здоровью и так далее, и так далее, какие-то тренинги, можно делать звонки на день открытых дверей в вашем центре продаж, то есть, в принципе, без разницы, какие звонки вы вводите на аутсорсинг, если вы передадите большую, задача какая, у вас есть предложение, есть сайт продоход.org, задача сделать так, чтобы много людей посмотрело ваше предложение, если вы будете тот человек, который большему количеству людей покажет это предложение, вы будете тем человеком, который будет расти по квалификации, если вы будете делать малое количество обращений, все, все, соответственно, вы будете очень медленно расти, все, все, друзья, спасибо вам большое за внимание, я желаю вам удачи, я желаю вам удачи, до новых, до новых тренингов, пока-пока, счастливо.